Сегодня в мэрии областного центра состояло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Предметом рассмотрения стали последствия аномальных погодных условий. На дорожной сети и на пешеходных путях передвижения пассажиров и проблемы созданы пассажирскому транспорту и домам, которые сейчас ремонтируются. Значительный объем выпавшего снега, потепление и дожди привели к образованию на дорожном покрытии и тротуарах ледяной корки. Времени на расчистку у коммунальщиков мало. Если температура воздуха опустится, убрать лед станет очень сложно. Все руководители учреждений, которые ответственны за содержание территории, доложат ситуацию, которая сейчас сложилась. Ну и предлагаем их пути решения данных проблем. Как сообщил заместитель руководителя Магаданского Галуда Константин Махалин, предприятие очистило от снежной шуги, стоки ливневой канализации на участках проспекта Ленина, улицы Кольцевой, набережная реки Магаданки 55, Приморская 1, набережная 69-71. Там вода в основном с проезжей части ушла в ливневку. По городу работает 20 единиц техники. Также мы работаем по расчистке, по заявкам по частному сектору, бульдозер у нас ходит, там, где у нас тоже подмораживается. И такая коренья создается. Работаем по вывозу, кучка, которая сформирована, остановок и пушекодных переходов, там, ну, где-то еще где-то подходящих мест. По результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, первым заместителям мэра Александром Малашевским даны указания руководителям ГЛУД и КЗХ вывести на уборку города сегодня и завтра всех сотрудников и всю технику. О ситуации во дворах областного центра и мерах, предпринимаемых управляющими компаниями, доложил руководитель департамента ЖКХ мэрии Магадана Анатолий Худинин. Лицы, которые осуществляют управление многоквартирными домами, основную работу, которую проводят, это крыльца, входы в многоквартирные дома, это дома с внутренним водостоком, расчистка водоприемных воронок и, наверное, также борьба с сосудками. И протечек кровель, к сожалению, очень много в тех домах, в которых не было жалов во время дождей, сейчас тоже побежали. Поэтому управляющие компании занимаются как раз и работой очистки кровель от снега. Еще одна проблема – протечки крыш в многоквартирных домах, которые ремонтируются фондом капитального ремонта Магаданской области. Его сотрудники сейчас обходят квартиры и составляют акты, собирают информацию и жалобы магаданцев. Подрядчики обещают быстро исправить ситуацию. В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями, наступившими в Магадане последние сутки, сложилась очень сложная ситуация на уличной дорожной сети, на тротуарах, в скверах, парках, в дворовых территориях. Все видят снег, вода, жижа – это неприятно. Поэтому вынуждены мы были сегодня созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям. На свидании обсудили сложившуюся ситуацию и меры, которые необходимо в срочном порядке принять на всех территориях города, пока не наступили отрицательные температуры. У нас есть сутки еще для принятия срочных мер, которые, я уверен, должны кардинально изменить ситуацию на территории города. Силы учреждения переведены в усиленный режим еще в самом начале снегопада. Сегодня на штабе мы рассмотрели несколько вариантов развития событий в зависимости от погодных условий. Завтра, в воскресенье, несмотря на выходной день, все силы учреждения будут задействованы на ликвидации аномальных погодных условий. Я не побоюсь этого слова сказать, что зима должна быть снежной, холодной, но не такой, как она сейчас. Та вода, которая пришла к нам с неба, привлекла за собой очень сложную ситуацию на наиболее травмоопасных участках. Это выходные в пешеходные переходы, тротуары, лестницы. Им будем уделять в первую очередь особое внимание. При всех усилиях городских коммунальщиков бросается в глаза и совершенно разное отношение коммерческих предприятий к очистке от льда и снега, прилегающих к ним территорий. Вечерний Магадан предлагает сравнить отношения к горожанам, собственникам двух расположенных в центре столицы Колымы частных предприятиях. У одного работника чистил от льда и снега всю прилегающую территорию тротуара и лавочки. У крупного частного магазина напротив люди вынуждены прыгать по снежной жиже, рискуя получить переломы ног и рук на обледенелых подходах к торговой точке. Продолжение следует...